Для того, чтобы победить эти болезни, первое, рано выявить, когда нет осложнений. Колька этого никогда не сделает. Колька не выходит в пациент. На кольку пациент поступает с осложнением. И второе, это заставить людей, я уже другого слова просто подобрать не могу, потому что у нас все лечатся почему-то какими-то народными методиками. То водкой с маслом, то еще чем-то. Заставить людей, первое, отказаться от вредных привычек. И второе, по-жизни-но принимать препараты, которые входят в стандарт лечения. По-жизни-но. Таблетки от давления надо пить не тогда, когда у вас голова заболела, а каждый божий день. И радоваться, что у вас хорошее давление. А не так, что у меня давление хорошее, теперь ничего пить не буду. В следующий раз в больницу поступите. Поэтому еще раз говорю. У нас кой даже сейчас больше, чем в российских фигурасах. Но они абсолютно не лечат. 90% успеха это рано выявить и пожизненно нормально лечить. Не на койке. Вы понимаете, мы все любим лечить атеросклероз, напойки, никотинка, капельцы. Никотинки нет ни в одном стандарте лечения ни одной болезни. Ее нет ни в одной стране мира. А мы считаем, что если мы покраснели после капельницы, нам стало хорошо. Понимаете, мы вот в 90-е, 80-е годы, когда активно развивалось вот это лечение капельницей, да, действительно, не было никаких препаратов. Потом не было денег что-то закупать. И всем якобы капельницей помогали. Сейчас современные публитированные препараты, они в десятки раз эффективнее по усваиваемости, чем эти капельницы. Мы же по-прежнему на одного госпитализированного покупаем, вот на одну госпитализацию в среднем, покупаем ведро без раствора. И льем все в арбеду, потому что вы к этому привыкли. И не понимаем, что это мы просто человеку топим. Оно не нужно никому. То же самое касается онкологии. Понимаете, у нас большая проблема запущенной с онкологией. Как стационар может с этим исправиться? Никак. Вот доктор он сидит в стационаре, ему вообще не интересно, что происходит в районе. Вот человеку плохо стало, он там загнулся, какой-то с вами случился, его привезут, он его полечит. И дальше он опять его забыл. Пока мы будем половину наших онкологических заболеваний выявлять в запущенной стадии, вот третью, четвертую стадию онкологии, как бы это не кончуственно звучало, лечить абсолютно бесполезно. Лечить абсолютно бесполезно, исход будет один. Его можно отсрочить максимум на полгода. А вот если мы обнаружим это заболевание на первой стадии, чем и должна заниматься поликлиника, и тот же фельдшер на папе, он не уколы должен делать, он профосмотры должен уколать. Тогда мы эту ситуацию сдвинем. Пока мы не справимся с проблемой алкоголизации населения. Вы понимаете, у нас, мы отслеживаем смерть утреоспособных жителей. У нас доходит до того, что, вот я помню один из случаев Белого-Солунинского района, когда 30-летний молодой человек на фоне 7-дневного запоя, а он страдал с сахарной диабетой, не принимал 7 дней инсулина. Он погиб. Он просто погиб. Вот с этим это надо бороться. Причем тут койки? Койки, они должны быть направлены не на то, чтобы полежать, пока, а на то, чтобы реально лечить. Идем вопрос к департаменту. Первое. При реконструкции нашей больницы мы с прокуратурой расстраивали на том, чтобы был в поликлинике установлен призыв. И это было прописано в этом проекте. Но, когда реально, значит, работа явилась, значит, все это выбрали и якобы по инициативе департамента. Вот это первое. Второе. Очень трудно было попасть специалистам в области. Вот было несколько таких обращений, значит, заявлений ко мне и прочее. Значит, чтобы записаться, допустим, к антиофилологу, приходят, в этот раз, говорят, в следующий раз приходите, в следующий раз приходите. И так раз пять, и все, нет места. Тогда, я, говорит, взяла и пошла, значит, поехала на платные, на платный прием, прихожу, на сервер с врачом, он говорит, у меня каждый день вместо 21 приема, значит, 7-8 до десятка приемов отсутствует. И в то же время, как на железной дороге, билетов нет на поезд, а поезд идет в порожник. Значит, вот этот вопрос, видимо, как-то он дышается не совсем правильно. То ли тут компьютер, значит, программа виновата, то ли еще что-то, но вот такие, кажется, будут. Ваше имя отчество? Крик Тима Кифрович. Крик Тима Кифрович, присядьте, пожалуйста. Ну, я, наверное, со второго вопроса начну. У нас действительно предусмотрена запись к областным специалистам через регистратуру центральной районной больницы. То есть, если ваш доктор определил, что вам требуется консультация того же самого ангиохирурга, неважно, какого специалиста, он вам дает соответствующее заключение, и регистратор должен вас записать к соответствующему специалисту. Потому что открытой записи к этим специалистам у нас для граждан не выложено. Есть определенный порядок направления. Если возникает ситуация, вот опять же, вы пришли, регистратор в вашем присутствии не смог вас записать. Вот как я вижу эту ситуацию. Значит, регистратор должен взять ваш контактный телефон, в течение рабочего дня вас записать, и, соответственно, вас просто по телефону уведомить, в какое время вы должны приблить. Если возникает проблема с той же самой электронной регистраторой, уже тут взаимодействие администраторов, я считаю, что пациента это касаться не должно. То есть вот у вас есть направление к ангиохирургу, задача вашей поликлиники в течение рабочего дня осуществить эту запись. Либо в вашем присутствии, либо до конца рабочего дня информировать вас по телефону. Если этого не происходит, Игорь Федорович услышал ваши пожелания, я думаю, что эта ситуация будет отработана. Тем более, что у нас сейчас во всех учреждениях с 1 августа предусмотрена предварительная запись не на 2 недели вперед, а на 4 недели, то есть на месяц вперед. Действительно, мы сталкивались с какой ситуацией? Когда, например, какая-то районная больница спрашивала пациента, вот вы хотите поехать на консультацию, да, в какой день? Ну, может, в понедельник, может, во вторник, может, в среду, может, в четверг. И тогда создавались 4 записи одновременно, и, естественно, пациент приезжал только один раз, а остальные записи, они были с одной стороны заняты, а с другой стороны не востребованы. То есть кто-то был лишен вот этой возможности попасть на прием к специалисту. По первому вопросу, вопросу наличия в проекте лифта, вот я честно говорю, что я не располагаю этой информацией. Я думаю, что Игорь Федорович прокомментировал, был ли в проекте лифт, и куда он тогда из этого проекта делся. Изначально проектно-смертная документация у нас была сделана на весь комплекс больничной, поликлинику и стационар, и имелось проект на лифт. Но устройство лифта, это относится у нас к статье реконструкция, а средства выделяются по статье капитальный ремонт. То есть финансировались другие виды работы. Причем у нас проект-то сделан бы, но без привязки к конкретным помещениям. Пришлось бы разрушать часть стены и часть зданий, что повлекло бы за собой нас в дезорганизацию работы многих кабинетов. Нормального пути решения не было найдено. В будущем, если не усмотрены будут средства на устройство лифта, то будем работать. Но у нас в городе зданий много, выше трехэтажных, четырехэтажных, пятиэтажных лифтами ни один не оборудован. если говорить по программе обеспечения доступности медицинской помощи для маломобильных групп граждан, то пока с малого сделаны пандусы. Вот это в контрактах предусмотрено и строителями этой споры. Я еще хотел бы сделать два небольших замечания. Первое, то, что касается областной больницы, я могу сказать, что за последние три года количество пациентов консультативных принятых областной больницы увеличено более чем в два раза. То есть мы расширяем эту деятельность, единственное, мы там ограничены в площадях консультативной поликлиники и, соответственно, там задолженности кадров. Но мы в этом заинтересованы. Все, кому есть необходимость, получили эти консультации. Теперь, то, что касается по всем желаниям по программе интервентации. Что тут я должен сказать? Я должен сказать, что когда мы собрали все желания лечебных учреждений, я себе повторю, что 30 лет практически никаких ремонтов в больницах не делалось, то сумма для того, чтобы все отремонтировать по всей области получилась, как сейчас помним, 11,5 миллиарда. Таких денег у нас, естественно, нет. Нам было выделено 3,5 миллиарда из федерального бюджета и, соответственно, мы этими деньгами закрывали самые первые необходимые нужды. вы прекрасно знаете, в каком состоянии был ваш стационар, была ваша полетинника. И могу сказать, что если брать расчеты на одного жителя муниципального образования, то Белая Холуница получила, наверное, больше всех в Кировской области. Ввиду того, что департамент видел реальное состояние дел в больнице. Но, к сожалению, этих денег не хватило и не было возможности включить туда наливку. Но давайте это отложим на поток. Еще раз говорю, мы не можем за год, за два, за три профинансировать все то, что не финансировалось десятилетиями. Я Фария Вавкус Васильевна, инвалид второй группы третьей семьи. И вот у вас господин Матвеев в объявлении не было, что вы на, приезжайте. Но за каждую вашим наступлением я вас затошно слежу, так как я бывший медицинский работник с органов и мне небезразлична судьба нашей больницы, работа врачей и древних персоналов и все меня все интересует. Я травму, и вот как мы в Совковой разили, это самое, совили в Совковой, сейчас, как говорят, работали. И как сейчас реформирование вот это проходит с вашей легкой руки. Вот, вы знаете, персонал районной комиссии. Раньше было так, вот критерии стационара, вы вот сейчас много сказали, я сижу и говорю, ну, капельницы не помогут, ни раз не влечут, тот вас не влечет, снимают, есть гипертония, которая хроническая, но есть и гипертонический кризис, состояние такое. Так вот, таблетками взять этот кризис, не снизишь, нужна скорая помощь. Я так считаю, и раньше так было. И нужен врач, который может придет или изменить лечение, или что-то добавит. Я самое наблюдаю у Татьяны Михайловны и все вопросы, хотя я медицинский работник, я решаюсь не. Так, упреки были, что кто-то по-коммунистически тут высказывается, я не коммунист. Вот, претензии к алкоголикам, не алкоголик, самолечением рекламы не занимаюсь, но при теперешнем реформировании, вот как я наблюдаю, медицинскому персоналу начнут врачей. Вот вы говорите отказались от лекарства, чтобы положить в карман 500 рублей в месяц. Я, например, на врачу в это самое 10 раз больше в месяц, чем на 500 рублей, имея всякие болячки. Я не считаю, что вылечит мою хроническую болезнь, не считая этим, я не звоню в это самое, чтобы мне зажгли свет или что-то. Есть такие случаи, я согласна с вами. Вот, но вот лекарство это по бесплатному. Один месяц перейдет из Испании, второй месяц идет из Франции, третий месяц еще аналоги. Что делать врачу? Она же выписывает то, что есть. Назначили, вот, один корму, я месяц пропила, лечилась, вот, пришло второе. лекарство, это вроде бы мне подошло. Нет этого, аналоги выписали. Я просыпаюсь ночью, у меня полный рот, у меня разбукли, все развернулись, губы, это самое, заполнился, полный рот у меня язык, я задыхаюсь. Хороший медицинский работник, я сразу обратила внимание и не осталось на этой постели. Вот поэтому большинство отказывается, потому что разные, хотя они аналоги, но разный вид и действия ритмы, конечно, это со мной по-разному. Вот. Сейчас хочу сказать вот врачу, раньше нас учили так, больной заходит, вы на нем обращаете внимание, как он согнулся, морщится, смеется, хромает. Сейчас врач ему стоит отведено время, она приняла этого самого, ей нам там уже очередь, ей нам уже самое, еще карточки объективно написать, то, что он им говорит. Вот. Приходишь к врачу, она принимает все это самое. Время уже, не занимаешь конкретно, говоришь что-то все, дальше. Вот. Сационарий. Пришлось мне не со слов, не говори пулицей. В прошлом году я попала в хирургическое отделение с закупоркой желчных продуктов. Положили меня в руки. Вот. Объективно. пришла врач все мне назначил направление вызвало скоро все. Скоро меня вызвало автоциона. Так было днем. В стационаре врач меня посмотрел, назначил на анализе. хирург. Пока таскал меня сопровождающий, я уже досунула до языка, у меня ничего нет, потому что я не пила даже воды. Я год была. Вот. все это самооформили, идите в отделение. В отделение прихожу, смотрит доктор, говорит, а что вам УЗИ? Где УЗИ? УЗИ мне не делали. Вот из стационара меня посылали в поликлинику. Хорошо, два таких дня есть на территории. Я вот тут с интервалом сидела и приволкли меня в этот самый кабинет УЗИ. Там очередь. Очередь там женщины уже с бутылками водительствующими, кого-то прижимают, кого-то автобус уходит, все. Меня нет на цвета пропустить. Кто-то тяжелый больной. Вот. Я в порядке очереди сижу, хорошо был пакет у сопровождающего, который я сидела и лгала. Где вас больше говорят? Так почему? Вот раньше было так, опять говорим плохо. Плохо больному. Что-то в диагнозе сомнения приглашают на великую поле самолет садился, на пуду самолет садился, прилетали это самое с областной бредители, решали вопрос, все. Или направлять в областную больницу спокойно попадешь. А сейчас вот мне сейчас надо выписывать на коленники неордозы. Мне это Татьяна Михайловна сказала, изменилось сейчас, я не знаю, в так уготносите выписываю, нет, мне надо раньше лечить травматологи это заболевание, сейчас это заболевание лечит терапевт, лечить меня хотя он не может, а записать на коленники она мне не может, надо травматологу ехать в Киров, а я в автобусе не могу садиться, мне надо так же, я сюда приехала на такси, вот, ехать туда, чтобы получить консультацию травматолога, надо съездить в Киров, это от какого в масоке кто приходит в виду на 10 дней в стационаре, столовую пролечить в стационаре 10 дней маленькая большая манина, и ладно, но ведь поступают люди, молодые поступают, вот 20 лет палец, внезапно у него не знает от чего у него травяное давление, 10 дней то же самое, 10 дней полежал, его вытолкали, простите меня, потому что слышу указание указание слышу от реформатора, что 10 дней и все. Можешь спросить, от кого конкретно было, кто сказал, что это указание от реформатора? А вы посмотрите историю болезни, 10 дней и все, 10 дней, все, 10 дней, кто конкретно сказал, что указание от реформатора полежали? Вот все, сколько я знаю, кто лежит, кто в гостинниках навещал, вот это самое, и сама один раз лежала 10 дней, о чем вы говорите? Так, сейчас, вот в это, еще. Извините, мы все с ним вас слушать будем, какими вы болезнями подеете. Не надо, один раз можно выстретитесь, 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 я первый раз, я не знала, что приедет, мать лет, вот пришла к другому человеку, почему я не должна, кто мне, почему я не должна сказать? Давайте я как бы начну отвечать, а то я забуду некоторые вопросы, которые вы поняли. Можно я отвечать уже начну, нет? так, еще поскоро, вот это, вы говорите, персонал, вот сейчас, вот, вот, конец года будет, все у вас будут отчет, отчет, есть статисты, пусть они работают, врач должен лечить, врач не должен считать деньги, он должен получать достойную зарплату, он должен, у него условия, которые должны быть там у человека, вот, в первую очередь, должно, это надо спрашивать, и третье, сейчас вот у вас в это самое, распоряжается главный врач в среднем бюджета, кому дать 100 премий, кому там 10, а почему, в это самое, почему врач, ведь он не объективен может быть, главный врач, вот, были ставки, стаж, образование, категория, и все, а сейчас ведь коллектив, то вы посмотрите, раньше коллектив спаленный был, все, а сейчас, только считай деньги, кого-то видели, кому-то по другу считают, что не заслужено, я кружусь, все, и третье, исчезла должность больницы, нянечки, нянечки, естественно, должность больницы, опять-таки, это ваше реформирование, это будет информация, можно отвечать, вот, еще, это самое, не надо, не надо, послушайте, ничего, попозже уедите, попозже, да вы не можете, а вот, я как же, попозже, не все, а вот этот раз проверили, когда получали мягкий инвентарь, больница, вот я тогда, поступила в хирургию, мне принесли, положили полтора матраса, видя мою комплекцию, и там все, я лежала на полу, как было, спрашиваю, ну, найдите, может быть, что-то есть, щит, щит, вот, санитарочка, почему-то, сидит, все время, около, зефы, все сразу, даже, замотаются, на коксюре, так сидишь, подхожу, говорю, мне бы щит, она говорит, нет щитов, тут мне больна, даже, я освобождаю, послушайте, не волнуйтесь, больше, не уточь, какого, не все это вам, так скажут, вот, на полу, на полу, на матрасике, на 4-й, на 2-й, на 2-й, на 2-й, не принесли, спадах, в них, там все, перетянули, чтобы я не проваливалась, старая синина, так, это, а, иди, перейти в этой больнице, я буду, я не могу, ее упаду, вот, она, не снащит, как, дрохнула, и все, почему исчезло, умывание, подмывание, уход какой-то, ведь не все могут приехать, не все здесь, живут, которые лежат здесь, из района, а если волнуйся правят, вот, и третье, у меня просьба, вот, онколога, у меня лично, была, сушенушка, онкологическое заболевание, и сестра, и сейчас у меня, тоже 20-й, так, пусть будут, немножко, гуманно, плог, говорить, больно, значит, у вас рак, у вас нет рака, у вас нет рака, так, пусть в первую очередь, скажут, по вещи, общаются с собственниками, или правду, больше больной, или не надо его, вот, онкологи, все-таки, пусть будут, немножко, это самое, убиваете, не людей, в первую очередь, вот так вот, так что, дайте, рад, отмечу, это наболело, вы все сравниваете, это как нас раньше учили, как мы раньше работали, в медицине, и в гостей даже не присниться, а желаю вам, в какой-то районе, где-то что-то было, вы бы приехали, и вы, не помните, полежали где-нибудь, полечились, дайте я отвечу, я начну с того, я примерно, с половиной ваших слов, абсолютно с половиной слов согласен, отношение должно быть гуманным, врачи обязаны соблюдать этику, диантологию, матрасов точно там, дырявые, грязные быть не должно, и простые тоже, это мы вот обсуждали целый час, с нашими медицинскими работниками, еще минуту, вот бесплатные услуги, есть ведь бесплатные услуги, так вот они, чтобы крупным шифром, были напечатаны, вот поликлиники где-то, а то вот так напечатано, что там Бог поймет, где что, и вот трудно, чтобы пришла с ним в аренем очках, чтобы прочитала, что я имею бесплатное, или пресс выросла, там в газете, с нашими медицинскими работниками, я бы не пришла, не стала предъявлять какие-то услуги, я бы не пришла, можно немножко плюнуть в ваш разговор, я все-таки так и не услышал, вы 10 дней лежали в кирпичной линии, вам операцию сделали или нет? Меня направили в фиро. А, ну все, все, спасибо. Знаете, я, как я еще раз говорю, я с половиной ваших рассказов абсолютно согласен, с этим мы работаем, еще раз, я буду это обсуждать, только что целый час с коллективом позиций, но я с некоторым категорически не согласен. Первое. Никаких показаний о том, чтобы держать 10 дней и все, нет, не было и никогда не будет. Каждый пациент должен быть госпитализирован ровно настолько, сколько нужно, для того, чтобы вылечить это заболевание, либо снять обострение. При этом я хочу сказать, что технологии на месте не стоят. и то, что раньше может быть требовало лечения 21 день, сейчас можно вылечить за 5-6-7 дней. В той же самой хирургии сейчас активно используют малоинвазивные технологии, мало травматичные. А многие операции вообще делаются уже амбулаторно. И тут никакой каких-то лимитов по времени. Еще раз говорю, никаких лимитов по времени. Нет, не будет, когда не будет. По вопросу кровати я с вами тоже абсолютно согласен, но я тоже вам хочу сказать, что эти кровати, которые висят до пола, куплены не в рамках реформ. Это то наследие, которое нам досталось с того периода, которого сейчас все хвалите. Они были куплены 30 лет назад. Они были куплены 30 лет назад, и они пришли в такое состояние не сейчас, а за 10 лет. Я вам просто говорю, что у нас нет возможности все то, что накопилось за 30 лет, исправить за 2 дня. Зато у вас есть компьютеры, которые ничего не делают. Мне лично, скажите, что мне лично на компьютеризация. Ничего. А деньги за 5 лет. Вот Игорь Федорович говорит, что уже 100 кроватей купили. Мы купили кровать, уже 100 кроватей. Слава Богу, по малейку стал я расшиваться. Потом дом купил кого-то и собираться. Я вас приглашаю вообще ко мне на прием, если есть возможность приезжать. Мы сами приезжаем. Я не вижу. Вопросы, пожалуйста. Нет, да? Все. Продолжите. У нас произошло обновление больниц и косметический ремонт. У меня вопрос на департамент. Будет ли возможно в будущем у нас не обновление, а пополнение врачебного персонала, высшего терапевта, специалиста? Я понимаю, что нет возможности где-то жить, где-то находиться, может быть, где-то вредственные квартиры. И можно сразу поговорить? И еще пожелания Игорю Федоровичу по поводу лифта нет у нас, пока на счастливе не появится. Можно ли как-то провести ротацию специалистов, терапевтов и, в частности, хирурга, куда-нибудь понише, чтобы инвестиционный человек тяжело подниматься или с кастылями идет к хирургу? То есть, как-то это все в маленьких пределах. Ну, я думала, что по второму вопросу Игорь Федорович услышал. Мы сегодня несколько раз обсуждали вопросы именно правильной методологической организации медицинской помощи. Хирургу чаще всего ходят люди с травмами, и, конечно, хирург должен находиться на первом этаже. Кроме того, я считаю, что если нет возможности всех узких специалистов разместить на первом этаже, то организовать прием маломобильного пациента в смотровом кабинете на первом этаже всегда есть возможность. То есть, должен быть свободный кабинет, не может пациент подняться, значит, для этого пациента со второго, с третьего этажа врач спускается, осматривает, оказывает медицинскую помощь. Это не проблема. Это вопрос организации. Я думаю, что Игорь Федорович все учтует. По первому вопросу вот уже Игорь Федорович сказал, что вопрос привлечения специалистов достаточно сложный. Вот 4 специалиста приехали в вашу небольшую больницу в этом году. И это уже большая подвижка. Все они получили из областного бюджета подъемное в размере 250 тысяч рублей. Вот Игорь Федорович и Николай Юрьевич тут присутствуют. Мы четко скажем, что когда мы заканчивали институт, никаких подъемных отродясь не было, квартир не давали, зарплаты по 3-4 месяца тоже не давали, но мы остались в профессии. Сейчас подъемное дается, два доктора по программе «Земский доктор», те, которые в Дубровку и в Колом уехали, да, они получили еще по миллиону рублей. Вот глава района заверил, что строится дом со служебным жильем и 4 квартиры будут предусмотрены медицинским работникам. На встрече с медицинскими работниками мы обсуждали ситуацию, что там, где нет возможности сиюминутно предоставить квартиру, у больницы есть реальные механизмы оплаты съемного жилья для приглашенного специалиста, и это все методы закрепления кадров. И